Где можно хранить пароли? В голове. Раз. В голове. Ну вообще везде можно хранить. В голове. Ну хорошо, работу мы уже сделали. Ну там какой-нибудь специально предназначенный хранитель пароля. Уже интереснее. Какой-то запарольный... Запарольный парализатор. Запарольный парольный парольный парольный. А где парольный 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 парольный? Лежащие. Крытый шифер для... Это подсказка. Раскодированные файлы с паролями. Которые на свою очередь должны помнить парольный парольный. Ну а только один пароль. Это самый главный. То есть какое-то централизованное поделюсь пароля. Своим. Ну база данных парольный. Хорошо. Какие у нас есть преимущества у этого решения? Не нужно одного пароля запомнить достаточно. Одного пароля достаточно не дают взлому. Это и плюс, и минус. Вот. База паролей. Плюсы. Ну, понятно, вы можете до запихлить миллион паролей, по мере натости их оттуда доставать. Минусы, если вы скомпрометировали один-единственный пароль, кому-то его сдали, все, готов. Вам придется мне 10 миллионов. Дальше что? Что еще будет? Надо бумажки, нельзя хранить. Минобойку. Даже с другой стороны. Вот эта дверь. Не желудки? Ну, желудки с другой стороны, скажем. Будет задалёте голос? Например, вот стоить нагло в волосе, написать там... Ну, вернее, на таких местах, которые не болеют. Будет проблема с чтением. Слушайте, меня это порой. Зеркало, зеркало. Меня это приятно, да? Да. Особенно, если это делать два раза в месяц. У нас очень быстро почить кончится, подходящая. Набрать, написать. Кожать? Тоже смотреть. Это какой-то рудовец, по-моему, начинается. Хорошо, где еще можно хранить пароль? В сейфе. Ну, с сейфа или бумажка, это на самом деле, разница никакой. Это то, что не зависит от вас. Что от нас зависит? Что от вас зависит? Что от нас зависит? Да, что от нас зависит? Что? То, что вы можете контролировать. Да, сейф можно контролировать. Можем с собой, что ли, навесить? Можем сейф? А как? На нос хрен. Вариант свой спальт. Вам будет удобно пользоваться? Да, очень. Больше тогда написать бумажки и сжечь. Это как точно. Да нет. Больше спрятать. Близко. Близко. Разве я тебе? Зуб монтирую, что ли? Ну, это очень экстремально, на самом деле. Что еще можно сделать? Ну, повесить спальт. И внутренний карман. Внутренний карман, но при себе. Хорошо. Вариант. А вручение на сайте целую ерунда? И смотри. Беда, потому что она не снимается, только вместе с пальцем. Не, она не снимается, только вместе с пальцем. Не хотелось бы снутри игровку делать. А снаружи видно. Верни, другую руку в кармане постоянно. Значит придется. Значит, аминописничек. Может, он просто не видит. А с другой? Ну, ладно. Снимать не буду. А вдруг это будет под особым освещением? А, действительно. А, и где потом... 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 И где потом сказать... Каса... Касе подходит? Хотя... Не веру в управление пошло. Хорошо. А что есть порог? За... Комбинация... Комбинация символов. Комбинация символов. Комбинация символов. Каким образом она может вылететь? Абсолютно любым. Графически? Например... Например... Например, мой поел ёлка. Нарисовал ёлку. Замечательно. Сделать австравальницу пароли, и потом скопиться с магнитиками. Содержанное вот этого пайла, может ли пароли? Может быть. Ну это плохо. Он же находится на компьютере и всё. Содержанное может быть пароли? Может. Если там внутри у нас Война и мир, это может быть пароли? Да. Всё, да. Ну там же ограничение вроде 255 символов. Нет. Это есть только программа, которую вы используете. Содержимое, не название. Ну, содержимое, понятно. Содержимое то чем ограничено? Нет, содержимое не ограничено, а размер пароля. Да. Ну это уже от программы зависит, которую вы будете использовать. Содержимое твое может быть пароли? Да. 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 Если у вас на флешке копия вашей системы Windows. Это можно быть паролием. Она может быть паролием. Она может быть паролием как целиком, так и известен только вам один из них файл. Вас спрашивают, покажите ключевой файл. Вы знаете, что в системе 32 драйвера лежат там драйвер вашей сетевой карточки? Да, вы признаете. У меня много компьютеров, я не могу это использовать. Я замучаюсь таскать этот драйвер на все компьютеры. Тем более у вас спали. Ну тогда будет понятно. О, а если в часах выручка? Ну я и говорю, да. Стоп. Еще раз часы к тебе. Еще раз. Ровно в полнолунии они там… Высвенчиваются. Какие полнолунии имеются с изобретением? Только в полнолунии можно с этим паролием. Любое содержимое файл может быть паролем. Соответственно вы вносите в кармане флешку, вы этого пароля даже не помните, записать его не можете. Ну а вот вы помните на этот свой номер? Ну конечно. Ну что? Ну что? Войной нет? Нет. Я только название помню здесь. А содержимое какого-нибудь файла драйвера сетевой карточки? Нет. А это точно помню, да. Да? Нет. Ну попробуйте воспользовести экзешник. Завтра объем попробуем исполнить. А, то есть можно только запомнить приблизительные параметры самого пароля? Да, что это вот файл, который там у меня лежит. Да. А, ну если на флешке много файлов, то тогда можно использовать. Да. Если там один-единственный, то конечно сложно. Есть конечно извращенный способ использовать в качестве ключа сам файл. А, с пароля. Да, да. Сам запарольный файл, но это очень мутное дело, поскольку его размер и содержимое постоянно меняют. Это задача из разряда поднять самого себя за волосы. У него на 8 паролей так хранились. У нас это может быть какой-то известный нам файл. Он может быть на флешке, он может быть прямо в системе. На вашем участии. Любой. Самое важное, чтобы это не было моим паролем или мой пароль, который мой документ. И чтобы он лежал на рабочем столе. Ну, тоже не хорошо. Неприметный. Это не мой пароль. Да. Какие минусы у этого спроса имеются? Минусы на компьютер. Да может, нельзя на разных компьютерах. На разных компьютерах. Хорошо. Если вы хотите защитить только на своем компьютере, можно это использовать? В чем проблема может быть? Ну, если с этим файлом он может сам жмиться, либо куда-то. Ну, что с ним может произойти? Что с ним может произойти? Свететь систему. Ну, вы все, наверное, используете Windows. Что сейчас в современном системе Windows есть? Ну, на самом деле у XP этого уже нет. Но XP уже, в общем-то, угодно. У остальных что есть? У них есть автообновление. У них есть автообновление. Вы привязались к какому-то драйверу, к какому-то системному файлу. Прошло обновление системы. Он изменился. Опс. Значаете, совершенно приедло. Да. Поэтому, имейте в виду, если вы хотите использовать файлы в голове Windows, или с каких-то обновлений в программе, вы можете получить серьезные приемы. Надо запретить в программе, выходить в интернет. Можно, но тут тоже. Не отновляться. Если, например, вы запретили обновление Windows, вы можете очень здорово влететь к тому, что кто-то использует уязвимость, которую вы не закрыли. В своевременном обновлении. В данном случае лучше всего использовать все файлы, которые у вас не меняются. То есть, несколько нового Windows, где-нибудь из дистрибутивов, которые вы себе накачали, которые у вас там хранятся. Может быть, он уже сто раз устарел, у вас валяется там, какой-нибудь дистрибутив, не знаю, там, скайпа 2007 года. Вот и мы привязались. Нет. Там сохранено изначальное изображение Windows. Ну, шоу, добрый дедушка, и не дадим. Изначальный свой образ системы? То, что она делает тенемное копирование? Нет. Нет. Там изображение, которое... Ну, Windows есть. В смысле, десктопы его и не стартует? Ну, да, да. Ну, тоже хорошо, если вы не начнете их переписывать на дизайнерские. Можно? Можно. Хорошо. Где еще можно держать тенеметр? Это все, как бы, глазками читаем. А что еще можно делать? На аудиофайлы. Ну, это тоже файлы. Ну, это тоже файлы. Тоже можно... Аудиофайлы прослушать и после этого, так скажем... Файлы. Причем, как-нибудь в хитре сказали. Файлы можно потерять. Файлы. Файлы. Человеческий файл мы уже помним. Кроме этого. Файлы можно потерять. Концент нацов числа файлов на ней конечно. Путем губового перебора всех файлов. Нам, конечно, если длинные файлы, то это будет долго, но проще, чем с головного пароля. Представляю в качестве ключа. Попробую. Хорошо. Уточняю. Где можно хранить? Как можно хранить пароль так, чтобы средний взвешенный злоумышленник не смог его получить никаким способом? Ну, что значит средний взвешенный? Новый вес 50? Нет. Не спецслужба, которая обладает специфическими техническими возможностями. Взяли твой ноутбук и давай два месяца выбирать пароль. Ну, просто сперли ноутбук забытый. Знаешь, я его кудряю. А там то, что ваше личное. То, что вы не хотите увидеть на ютубе, например. Очень не хотите. Что еще можно купить? Современный ноутбук есть у кого-то? Ну, последних там, года-двух-трех. Ну, с дома я. У них есть такая штучка, полосочка. А, сверкающая такая. Да, берцающая полосочка. И здесь нарисован палец. Что это такое? А, знаю. Это типа сканер отпечатков пальцев. Сканер отпечатков пальцев. В качестве ключа используется двоичный образ. Вашего пальчика. Ну да, отпечатки пальцев эти никак уже никогда не меняют. Они не могут меняться. Тут есть, на самом деле, подвох. Если у вас не офисная работа. Ну, скажем, у меня отпечатки пальцев менялись несколько раз. Путем срезание всей шкуры, появление шрамов и тому подобных вещей. Тут вопрос оожести. Дальше, биометрические пароли. Ну, надо какой-нибудь запасной обход делать, чтобы... А, ну, нарисовать, как бы... Если я пальцы отберегу, то что им... Ну, там, по правилам, есть запасные пути. Потому что всякое бывает. Люди и пальцы теряют. У меня же не йоди. У меня знакомый остался без пальцев. Он пошел служить в армию уже женатым. Прыгали с машины. Машина торчала в шелух. Он зацепился в обширный пальцем. Палец остался в куле. Биометрические пароли. Хорошо. Что еще? Кстати, именно поэтому правила техники безопасности требует при работе инструментов. И, соответственно, как и всем прочим, снимать все украшения, браслеты, пальцы, но, по вручанию, для конца исключения, но оно должно быть компактным, и без каких-то душ. Вот этим очень сложно зацепиться. Оно ушло в меня. Практически. Гладко. Итак, дальше. Есть еще эти пароли, когда на планшетах, например, обводишь там какую-то картинку. Ну, графические пароли. Ну да, графические. Изображение как пароли. Хорошо. Такие тоже есть системы шифроварных. Но у них проблема в том, что они больше на сенсорные экраны нужны. Мышкой не так удобно производить фигурки. Можно по пикселям запомнить. Ну, попробуйте, не гадайте в другую. Ну, можно абсолютно любым разом зашифровать каждый цвет. Попробуйте по пикселям воспровести картину вообще. А, еще на андроиде там есть такая вещь, то есть он лицо запоминает? Такая метрия. А, ну хорошо. Палец и лицо, это уже чисто технические подробности. ДНК. Я не думаю, что он будет носить с собой анализ по ДНК. Вверху при том, что анализ по ДНК занимает не один час. И другого не дешево. Куда бывает. Несколько тысяч долларов и полный рабочий день, чтобы получить доску в своем доме. Ну, зато не надо пробиваться никогда. Я лучше куплю большой сейф, охранник поставлю. Вы говорите, что сейф можно... Ну, нет, и 20 боевиков поставить. Ну, да. По ДНК это больше для кино. И это делается, наверное. Нет, ну, есть же... А, тем более ДНК может заменить. У машины такой есть. Мы же мутируем? У него будет анализ ДНК и ДНК. Да, и есть на ногу. Там где-то химический анализ. Нет, там ДНК. ДНК. Это слишком сложный вариант для этого персонажа. Тем более для автоматических. У нас вероятность сбоя слишком велика. Но надо очень быстро остаться без машины. Хорошо. Где еще можно проникнуть базу? Повторяю, вы ориентируетесь не на стратегику, который любое оборудование над руками. А на человек, который сперл в вашу забытную ногу. А, в ноутбуке внутри... Ну, утащил дома компьютер. А? Офис обнесли. Для простоты картинки. Красота. Ну? Ну, если в компьютер, то бумажку... Куда? Куда-нибудь. Куда-нибудь. И? К него и удивить. А я ложке дутбук, она на частицами на граверах. А, сей. И носить с собой электронный микроскоп. Короче, так. С телефоном посмотреть, сколько это увеличить. Создать его. Нет, это не вариант. На самом деле, можно использовать ценные... фактически ПЗУ для хранения ключа под специфический щит. Я так полагаю, что на подъездах все видели дымофон? Угу. Что такое ключ дымофона? Ну, это аммагнит? Нет, это не магнит. Абсолютно не магнит. Если бы это был магнит, то любой ключ открывал бы любой подъезд. Ну, там какой-то скрованный магнит. Особый набор электрических символов, подающихся через неровности на... То есть, когда я уроню этот ключ, я перестану попадать в подъезд? Ну, смотря, когда вы его уроните. Да он бы сейчас из окна выкинул, все равно подъезд в подъезд. Ну, если вы его найдете потом... Если вы его потом найдете... Ну, это понятно, но тем не менее. Консервис проверяет. Мммм... Что? Что? Что проверяет дымофон? Отпечатки пальцев на ключе. Где в плечетку, Зима? Что проверяет дымофон? Давайте, какой-то поближе. Ммм? Он там в батареи. Там же на нем кольца такие не расходятся. Нет. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Вот ключ дымофона. А мы не боимся. Что вы его сумеете прочитать? Нет. Абсолютно не боюсь. Да. И сквозь лицинку один по шорте. Ммм... Невозможно. Посмотрите внимательно на вот этот ключ. Что на нем есть? Понятно. С точки зрения электрики. Генеталлическая поверхность. Отлично. Контакт. Сколько контактов? А, неровности, десяти месяцев. Ну, что? Я могу вам постучать, он все равно работать будет. Ну, если он физически расколоть, то вы, конечно, увидите, что у него внутри. Но попробуйте угадать так. Основание анализа черного ящика. Контакт. Хорошо. Один контакт или два контакта? Сколько? Не видно. Много, наверное. Ни одного. Как он прикладывается? Все знали, да? Да. Объяснить не надо. Домофон связан с квартирами? Нет, не с квартирами. Домофоном, который там стоит. Ну, связан с управляющим домофоном, который на двери. Номер квартиры ему привез. И так, сколько контактов? Да. Какие? Верхний и оборот. Сколько контактов? Контактов сколько? А, типа вот это одна, а другая? А, через них что-нибудь идет? Да, меняющий круг контакт на тренировом троге нет? Слишком сложно, вы сложнее. Значит, один контакт здесь. Вокруг него идут просвоечки изолятора, чтобы не каратировать. Второй контакт цилиндр. Гениально. Вот, зеленая просвоечка изолятора. Между меня контактами, чтобы не каратировать. В чем прикол? В том, что внутри находится ПЗУ. Микросхема. Которая содержит определенную информацию. При прикладывании к замку домофона, она просчитывается. Там прошит уникальный вход подъезда. Если он совпадает с тем, что есть в домофоне, он пускает. Если не совпадает, не пускает. Скобочеку, замечу, что для спецслужб существуют ключи, и в домофонах прошиты определенные комбинации, которые все подрядят. Они еще в интернете подают свою запущу. Ровно такие же считыватели ставятся на системные блоки. Ровно такие же считыватели ставятся на системные блоки. Они могут быть контактные, они могут быть бесконтактные. Что такое графит метка, знаете, да? Антенка, опять же, с ПЗУ. Посылается сигнал, прочитываются данные, либо разрешается доступ, либо не разрешается. Преимущественно таких систем. Большая длина ключа. То есть не 20, там 30, 40, 50 символов, а сотни тысяч символов можно сюда прошить без малейших проблем. И запоминать не надо. Запоминать не надо. Минус того, что ключ могут украсть. Могут украсть ключ, его можно потерять. Ну если вы потеряете, то не факт, что они найдут подъезд, который он... Не факт, что вы одновременно оставите ключ своих шифрованных данных и компьютер. Да, и просьба такого компьютера можно администрировать специальную инструкцию, чтобы они сделали копию. Что? У нас алгоритм односторонний. На основании знания алгоритма и зашифрованных данных мы вот этого ключа не сделаем. Но копию выключить надо самому можно? А смысл? Можно, только вам нужно сначала украсить ключ, потом украсить кнопку. Если у меня кто-то ключ, я меняю ключ. Вы делаете копию уже неактуального ключа. Ключ 4. Для того, чтобы пробиться через вот такую защиту, вам нужно одновременно украсить и компьютер в ключ. А если вы их держите? А если бы ехала компания здорового плавления, они под каравулю выпили. Можно использовать сочетание парольных защит. Например, длину ключа обеспечивает вот эта штука от очищения компьютера. А от крепких парней дополнительный код в голове. То есть вы сначала прикладываете ключ. Потом будет 1, 2, 3, 4, 5. А потом вы будете пароль. И прикладываете пароль. И показываете свою руку. Мы опять же вернулись к системе для параметра. Стоимость защиты систем не должна превышать стоимость защищаемых данных. То есть не тратим ни копейки. А если у данных... Ой, стоимость тут просто зашкаливает. Тогда выделяют охрану, лимузин специального офицера, которому пристегнут чемоданчик. Которого можно убить. Убить можно, украсть фактически нереально чемоданчик. Почему? Ну только что защит вместе с крупами отрубать руку посередине в лицу. Ну это уже не реальность. Да, на боевикой избаватых боевиков стоит. Это уже не реальность. А почему сразу нельзя руку отрубить? Чего? Ну, он убиваться будет, стрелять начнет. Используется обычная вот такая вот система хранения данных. Она может выглядеть вот так. Вот так. Считыватель может выглядеть как обычный считыватель для кредитных карт. Это просто электронные ключи. То есть можно как карточку хранить, да? А можно, кстати, предъявить пароль в связи с кредитной картой, если ты потеряешь, можно ее заблокировать. Можно. Можно. Вы блокируете кредитную карту, блокируете пароль. Можно, допустим, вот, возвращаясь к файлу. Допустим, у нас есть какой-то файл, чтобы... Ну, сначала, допустим, zip какой-нибудь архив, zip, допустим, только после этого он подходит. Ну, в смысле, вот у нас есть пароль. Ну, файл какой-то, да, мы используем для пароля. И просто так он не подходит. Чтобы он подошел, нужно его в zip архив запихнуть, его использовать, потом... Я понял. Как бы для защиты. В принципе, возможно, это тоже вот та методика черного ящика, которая у вас должна быть между ушей. Ну... Что нужно сделать с ключом, чтобы он подошел? Поговорим. Вы должны знать, что его нужно обработать соответствующим алгоритмом, чтобы Павел превратился в ключ. Если вы это забыли, вас уже никто не спасет. Ага, и он сам запомнил пароль. Вы потом поменяете. Ага, и он уже сам поменяет. Где он найдет, он помогло. Он помогло восстановить пароль. Мы подъезжали домой, вытащили данные и поменяли пароль. Что толпа от того, что он уже заходит. Если обращали внимание, сколько занимает подбор пароля в фильмах? Секунд пять. Ну, если особо длинная сцена, секунд тридцать. Сколько у нас с вами тут начинается? Пять минут, я думаю, Макс. Ну, я думаю, есть ли какие-то напряженные сцены? Ну, это смешно. Если мы начинаем перебор, вот такого числа мы начинаем перебор. Даже его вычислить, это уже... Счет идет на самом лучшем качестве переборщики на тысячелетие. То есть невозможно встретиться, он взорвется. Ну, возможно, конечно, вы можете наткнуться первые пять секунд. Но вероятность где-то посередине, как вы понимаете. То есть где-то в них пятьсот. То есть надо идти случайно. Ответ, случайно нужно идти. Если вы будете идти случайно, вам придется запоминать то, что вы делали, то, что вы не делали. У нас же есть рейд для хранения информации. Для хранения уже отработаны с паролем? Да. Вам придется при каждом новом пароле проверять, не было у него вроде не полчаса назад? Ну, или час, или год, или полгода. У вас время на каждый следующий пароль будет расти, 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 расти неограниченно. Так что, если первые пароли вы сделали по два тысячи, ну, тысячу паролей в секунду, то где-нибудь через десять миллионов вам придется сначала проверить десять миллионов паролей. Не было у него уже. Они сейчас делают проведение какого-то пароля, а будет открываться папка с дезинформацией. Так, есть такая возможность, в том программном обеспечении, которое я вам хочу показать, предусмотрена такая вероятность, что у вас с помощью паяльника раскололеный пароль. Паяльника. Ну, есть методика. Ну, если в столовой, то, скорее всего, этим. Мотком. Ну, просто путь и все. Ну, и с помощью паяльника. Ну, есть еще старенький, лёбленький, древний, короче говоря, да? Ну, есть тонкость. При использовании старых, добрых способов, человек может просто забыть вторую руку в совершенно естественном образе. И не сможешь его выдать даже если захочет. Кроме того, если человек начинает врать, можно продолжать. Итак, выбили пароль. Получили. Блокли. Все равно нет. Но пароль специально? Ну, на самом деле, существует два пароля. Пароль 1 и пароль 2. Пароль 1 нам показывает первую среду, где всякие котики, песенки, может быть даже, там, чего-нибудь такое безобидное. Каждый контрафактный фильм или музыка. Чтобы отставить. Почему мы шифровали котика? Потому что у меня музыка скаченная незаконно. За это меня штрафануть надо. В принципе, отстал. А вот второй, второй. Давай доступ. У нас единицы не скрыты. И там у вас, там, огромная база. А там уже рекомендую. А вы говорите, не можно заметить, вот там, например, то, что половина занята с этими тапочками, а вторая половина занята уже информацией. Хорошая, хорошая программа генерации двигателя контейнера эту информацию выскирует. Ага. То есть, при взгляде снаружи мой ящик-бокс имеет размер 10 гигабайт всегда. Фиксированный раздайк. Слушай, а то есть он может есть даже там пару километров? Это 10 гигабайт мусора. Если его просто так открыть, то будет 10 гигабайт мусора. Значимая информация – это изменения в этом мусоре. Какие? Если знать алгоритм, то из этого можно извлечь что-то полезное. Если не знать, то будет просто другой вариант мусора. Те же самые ровно 10 гигабайт. Размер не имеется. Понятно? А если у них больше, чем 10 гигабайт? Ну, у меня флешка на 16. Только не определяется размер. Может создать шифровный раздел диска, там, терабайта. Может зашифровать проект массив. Если у меня 2-х терабайт на диск, то можно полтора отдать по цифре. Без проблем. Единственная проблема. Придется подождать, пока создается вот эта вот самая полтора терабайта обракадабра. Первоначальник. Нельзя там просто ноль помылить? Нельзя. Потому что, если там будут нолики, Тогда будет понятно, что это не нолики. Будет понятно размер этого архива. Ну, не архива, а защищенную форму. Будет понятно размер, будет понятно расположение. Чтобы округленным было, чтобы не мастер было. Например, программа, если у тебя там 10 гигабайт, там, ты добавь обзор в грабайт, он же не будет отображать, когда ты смотришь на размер? Он вообще не будет отображать. Ну вот. Вообще, внешний размер не изменится. То есть, по идее, такой файл может ссылаться? Он его размер... А, ну там он сам видится. Это криптоконтейнер. Друга говоря, это сейф, имеющий размерность там полтора на метр на метр. Что бы в нем ни лежало, будет полтора на метр на метр. Сколько бы в нем не было отделов? Да. Снаружи это железный ящик известного говорения. Ну, то есть, если там была какая-то масса ракодавра на входе. И так далее? Двадцать силу? Нет, нет, нет. Именно соблюденный криптоконтейнер. А. Ну, после того, как мы туда что-то... Вот он пустой. Ну, пустой вот создан вот такой ракодавр. После того, как мы туда что-то записали, у нас просто меняется, скажем, вот так. Общий размер у нас остался неизменен. А как там понимается, где полная информация или нет там? А вот после расшифровки, это становится видно. Вот с видом после расшифровки. Если у тебя правильный ключ, то после обработки... А как это сделать так, чтобы при обработке одним ключом получалось одно... А, то есть, по-любому все расшифровывается и выдается только нужная часть? Выдается только то, что расшифровывается данным ключом. А, то есть там как-то написано, что... Вот эта часть с этим ключом, а эта часть с этим ключом. Да. А если правильный ключ вести, то он говорит, что неправильный, и он начинает расшифровывать и понимает, что нехорошо получается. Но он пытается ввести и говорит, что нет. На самом деле правильный ключ в криптографической системе не хранится. Ну понятно, где там... Иначе просто-напросто расстроились за собой и увидят. Я не увидят. Поэтому он просто прикладывается в один ключ в зашифрованном данном. Либо получилось, либо... Фейл. Не получилось. Ерунда озвучилась. Пробую еще раз. Ну тогда изобразите как-нибудь одноразовый пароль и ввести все это. Хорошо. Вы что, нас спровоцируете? Нет, нет, нет. Я же не знаю, будете вы использовать... Как бы там... Да, вы сейчас увидите, как вы говорили. Вот прям по ссылке не болтает написать. Да, я снимаю. Как раз по ссылке не болтает. Одноразовый пароль на основании чего-нибудь. На основании того, каким мне должен быть простой пароль? Да, одноразовый, который просто перенести данные... Используй, что сейчас почти 13 тонн. Название файла. Название файла и то, как вы будете в городскую... А, Б, С... Да, нет. Да, нет. Да, нет. Да, нет. Да, нет. Можно, кстати, при запарольном файла написать название файла в том формате, который он есть. И пусть он догадает, что такое формате формате. А в каком формате он, на самом деле... Да. Ну, как правило, если открыть файл просто в просторующем, то по-первых, все мы уже поймем. Не болтает. Зарешники, zip-файлы, rar-файлы. Там заголовки уже видно. Не подумает. Не подумает. Нет, мне не нравится. Я не знаю, что он меня интересует. Нет, не знаю. Просто в голову. Ну, то, что там... То есть вы после каждого символа вставляете вот такой вот ровник. Вполне готовится. Если вы ее заполните, не забудете, то вполне подойдет. Понятно. Не, ну это сразу выглядит. Как? Если не значит, если выключать. Каким он будет? Я уже посмотрю в него. Ну, вот раз он не зачитает. Наверное, так. Так... А если не добавим лица, то убираем? 阿горов? Заяц. А, да И вот сейчас. Бессмысленный. А теперь там, допустим, берем и пишем при скобочках это как премьер а можно еще вообще все звуки вместо йога 5GTWYS можно, можно можно Т набрать во мне исповредисты как вариант а К тоже можно только ограничить ИСИ можно, но проблема заключается в том что если вы пишите грамоту смеете воспроизвести эту ошибку потом вы написали вместо СОБАКА СОБАКА а потом на автомате вводите СОБАКА 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 да что, что СОБАКА делает то есть правила для запоминания должны быть таким вариант хорошо завтра завтра попробуем создать как раз антивирус нет, криптоконтейнер смотрите как это выглядит на практике круто, а потом пытаемся взломать вскрут яс-то